Девушки отдыхают 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 И солодкой. Это для смаку и для кольера. Оно будет более, ну, хорошего кольера. И плюс придаст таки пикантность. Мы берем два зубчика чеснока. Выдавливаем. Соль, мед, лимонный сок, паприка сладкая и острая. И еще чеснок. И теперь беремо, это вымешиваем. Ну, я привык вымешивать руками. Ну, доброе так тоже. Как дома. Так я и не доказал. Значит, и мы с другом приехали. Есть крыло, есть пиво, есть яйца, а хлеба нет. Ну, и тут мне появилась идея. Давай мы все это смешиваем. Пиво, яйца, муку. И нам получится все. А кольца. А кум, небось, говорит, да ты что, пива же тогда не хватит. Ну, тут пива много не идет. Тут пиво чуть-чуть, оно просто. Пиво используется в этом рецепте. Это тоже один секрет. Замять распушивающего, соды. То есть, более натуральный продукт. А как долго будет мариноваться? Ну, это буквально пятьдесят, пока мы замешиваем кляр. И это все. Закидываю ложечку сметаны, две ложки сметаны. Я буду робить кляр, так? Ты будешь робить соус. Давишь туда два зубка чеснока. Так, давай. Так, сейчас мы будем замешивать кляр. Кляр – это первый секрет хрустящих крылышек, которые нам сегодня... Ци крылышки будут хрустящие сверху и мягкие в середине. О, это то, что нужно. Кляр будет хрустящий сверху, а в середине будет такой хлеб. Так, одно яйцо. Грамм сто пива. Пятьдесят, семьдесят, сто. Чемное, светлое, любое? Да, только светлое. Ну, можно с темною дробить, оно будет иметь карамельный вкус. Включаем, нехай оно нам это крутится. И сейчас мы будем додавать трешечку муки. Кляр має быть такого консистенции, как на оладе. Не густый и не редкий. Так, чтобы мы могли потом крыльца обмокнуть и обжарить. Так, сметана, чесник, сель, трешечки кропу, петрушечки. Додаем муку. Три ложки столовых. А я зелень прямо в сметанку? Да, да, да. Додаем. Ну, такой традиционный украинский сметанный соус. Это сметанный соус, простой и самый простейший. Но мы сейчас сделаем еще один секрет, я открою до этих крестов. Что любят дети, наши же дети любят кетчуп. Так. И вот сейчас я тебе покажу, как можно с томатной пасты сделать очень хороший и вкусный кетчуп. Такой получился кляр, как нужно? Вот, получился кляр. Сейчас мы сделаем, будет видно, как он. Бачите? Так и не подумаешь на первый взгляд, что там пиво есть. Но это открытие двух кумовьев. Игоря Месевича и его кума. Мы берем ложечку томатной пасты. Так. А я беру сары с крыльца. А, ты уже начинаешь жарить. Масло разгреваем так, чтобы оно, может, майже, майже, ну, дымите починало. Первое крыльшко пошло. Шипит так, как надо? Да. И потом швиденько, так? Швиденько закидаем остальные. Давай, я продолжу соус. Давай теперь пів ложечки цукру. Готравпровод на смак. Пів ложечки цукру. Пусть пол ложечки будет. Соль. По вкусу? Ну да. Что еще? Силь, олія. Рафинированную лучше брать или? Да. И сейчас мы беремо... Размешиваю, так. Беремо водички. Тепло, холодно. Тепленькою такое нужно. А сколько? Трохи. Соус готов. Крыльшки практически готовы. О, мы забули у наш білий соус додати. Табаска? Табаска. Ну, я знаю, три капельки. И сейчас будем класть в духовочку наши крыла. Видите, они у нас румяні, гарні. Да, очень хорошие. Я уже думаю, что... Приготувалися, мабуть. Давай. Да. Зайвый жир нам не до чего, то ж мы его выберем. Мы выкладываем их на... Все, лишнего жира там не останется. Ну и по поводу кляра, если у кого-то есть сомнения, можно его убрать и есть просто готовую корочку без кляра. Так. Кладемо це все. Давай. Кладемо це все в нашу духовку. Нагрите до 180 градусів. Ой, какой аромат уже на кухне. Сколько минут? 5-7. А мы пока приготовим все, что попробовать, да? А мы пока приготовим как раз подачу нашего блюда. Пока наши крылышки в духовке, она разогрета до 180 градусов, побудут там минут 5 доготовиться. Мы будем уверены точно, что и кляр, и крылышки готовы. А тут и соус. У нас и соус. А с чем обычно ты подаешь крылышки такие? Ой, обычно эти крылышки я подаю с крылышками. И с пивом. И с пивом. Эти крылышки можно використовувати без пивного кляра, как мы их замаринували. Их можно використовувати просто закинуть в духовку, будет совсем другой смак. Да. Можно взять и дать герчицю, будет третий смак. Можно дать еще чего. Курка – это та творенка, яка любит все. А мы любим что-нибудь вкусное из корочки. 5 минут прошло, давай вынимать. Бачь, лишний жир нам вообще тут стик. И у нас зараз будет. Да, кстати, вот еще один плюс того, что они в духовке побывали. Приготовились и ушел лишний жир из кляра. Вот этот пивной кляр имеет совершенно необычный аромат. Не догадаешься, что пивом, вот скорее хмелем. Хмель же в пиве. Да. Мне кажется, что мужчины на самом деле часто любят вот такие простые блюда, которые вот так без церемонии подаются. Потому что вот это, знаешь, разложенное так вот так, вот так, вот так вот. Да, вот так и все. А тут добрячие поклалы. Вот и все. Смешно. Готови. Крымся у пивного кляре. Вот такой новый рецепт из обычных продуктов. И мне кажется, что этими крылышками можно удивить не только мужчин, но и подружек, которые скажут, что новенького приготовила. А я приготовила вместе с Игорем. Вот такие куриные крылышки в пивном кляре. Можно пробовать? Можно. Первые впечатления от кляра. Вот бачишь, Надю, две, то, что я сказал. Вот мы забираем у кляр. Да. Вот мы забирали кляр. И крылышки вообще не имеют жира. Так. Пробуй. А мы добавляли в кляр медик? Нет. А сладенький? Так, мы же добавили до кляра. Кляра были в меди. Все равно оно обменялось. Кляра получила смак пива. Кляр получил. Совершенно новый вкус у этого кляра. Ты знаешь, пиво прибавляет какой-то акцент. Очень сочное мясо. Приготовилось. И теперь соус. Я домашний кетчуп попробую. А до белого соуса нашу, сметану, можно добавить, кто любит кислый огурочек. Тоже будет очень вкусно. Корочка очень сочная. И вот этот сладкий привкус от меда мне очень нравится. Такое необычное сочетание, которое привычные крылышки делают совершенно новым блюдом. Спасибо тебе, Игорь. На здоровье. Это настоящая находка. Для приготовления куриных крылышек в пивном кляре нам понадобилось куриные крылышки, мед, лимон, соль, перец, светлое пиво, мука, яйца. Для сметанного соуса мы использовали чеснок, сметану, измельченную зелень, соус табаско, соль и перец. Для томатного соуса или домашнего кетчупа – томатную пасту, подсолнечное масло, сахар и воду. Куриные крылья разрезаем на три части, из которых две используем. Маринуем в меде, лимоне, добавляем соль и перец по вкусу. Отдельно готовим кляр из пива, яйца и муки. Перемешиваем до консистенции теста для жидких оладий. Крылья обмакиваем в кляре и обжариваем в хорошо разогретом растительном масле. После этого выкладываем на деко и помещаем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5 минут. Готовим сметанный соус. В сметану добавляем измельченные зубчики чеснока, зелень, соус табаско, соль, перец и паприку. Готовим томатный соус. Натуральную томатную пасту разбавляем в кипяченой воде с подсолнечным маслом, сахаром и солью. Можно добавить зелень. Готовые хрустящие куриные крылышки подавать горячими, сметанным или томатным соусом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ